Священный исповедник Василий Вениамин Сергеевич Преображенский родился в 1876 году в городе Кинишник из Трамской губернии в семье священника. Зная в совершенстве как древние, так и новые европейские языки, Вениамин для более углубленного изучения европейской культуры уехал в Англию. В 1910-1911 годы прожил в Лондоне. После возвращения в Россию он поступил преподавателем иностранных языков и всеобщей истории в Миргородскую мужскую гимназию. В 1914 году Вениамин переехал в Москву и устроился преподавателем латинского языка в Петровской гимназии. Преподавание настолько его увлекло, что накончил педагогический институт, приготовившись окончательно к профессии педагога. Но Господь распорядился иначе. Однажды, приехав в гости к родителям в Кинишму, Вениамин уговорился с друзьями покататься на лодке по Волге. Уже далеко от берега лодка внезапно перевернулась. Вениамин взмолился, прося Господа сохранить ему жизнь, обещая посвятить себя служению Православной Церкви. В этот момент он увидел толстую длинную доску и, ухватившись, за нее выплыл. В 1920 году, в возрасте 45 лет, Вениамин был рукоположен священником, а через год принял монашеский постриг с именем Василий и был поставлен в епископа Кинишенского. Многие еще при жизни святителя Василия знали его как истинного подвижника, угодника Божия. Жизнь он вел простую и скромную, к госслужению относился с величайшим благоговением. Проповеди святителя собирали множество людей. Основной своей архипаторской задачей он ставил православное просвещение. Когда разразился в Нижнем Поволжье голод и оттуда стали возить детей-сирот в детские дома, он в проповедях призывал прихожан взять этих детей к себе и сам подавал пример. Снял дом, в котором поселил пять девочек и приставил к ним воспитательницу, богочестивую христианку. По его молитвам совершались чудеса исцеления как от душевных, так и от телесных недугов. В 1923 году святитель Василий был арестован и сослан в Зырянский край, где пробыл до 1925 года. По возвращении владыки из ссылки церковь в Кенишме начала быстро расти и укрепляться. Гражданские власти, обеспокоенные, потребовали, чтобы епископ покинул город. После двух лет с Китани в 1928 году он был вновь арестован, полгода провел в тюрьме и был приговорен к трём годам ссылки. Вернувшись из ссылки, владыка два года провел в Орле, откуда власти выстрелили его в Кенишму. Сразу же, по приезде он и его келейник, верно сопутствующий ему во всех этих переносимых от безбожных властей гонениях, были заключены в тюрьму. Хотели приговорить их к смерти, но не нашли за что. На пять лет их заключили в лагеря и святитель Василий в лагере, находящийся неподалёку от Рыбинска, его келейника под Мурманск. По окончании срока лишь два года пробыл уже стареющий епископ на свободе. Снова арест. Сначала Ярославская тюрьма, затем Бутырская в Москве. После восьми месяцев заключения пять лет ссылки в Красноярский край, в село Бирилюсы. 31 июля 1945 года святитель скончался. При жизни он завещал, чтобы его останки были перенесены на родину. Но в те годы это было невозможно. Только 5 октября 1985 года святые Моющего были найдены и перевезены в Москву. В августе 2000 года епископ Василий был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Беседы на Евангелии от Марка, священноисповедника Василия, вошли в Золотой фонд русской христианской литературы. Глава первая, стих 1-й, 13-й. Евангелие, слово греческое, в переводе на русский язык, означает «благая весть». «Благая весть». Как это оценить? Где-нибудь далеко-далеко в холодной, негостеприимной чужбине, Быть может, в суровом вражеском плену, Томится дорогой вам человек. Вы ничего о нем не знаете. Пропал, как в воду канул. Где он? Что с ним? Жив ли? Здоров? Быть может, обнищал, Нуждается во всем. А кругом холодные, Равнодушные чужие люди. Ничего неизвестно. Томится сердце, Тоскует. Хоть бы одно слово, Жив или нет. Никто не знает, Никто не скажет. Ах, какая тоска! Господи, пошли весточку! И вот, в один прекрасный день, Стучатся в двери. Кто там? Почтальон принес письмо. От кого? Боже правый, неужели? Да-да. На обороте весьма знакомый милый почерк. Неправильные крупные буквы – его почерк. Весточка от него. Что он пишет? Вы торопливо разрываете конверт И читаете замиранием сердца. Слава Богу! Все хорошо. Он жив. Здоров. Всем обеспечен. Собирается переехать на родину. Сердце наполняется благодарной радостью. Господи, как ты милостив. Ты не забыл. Ты не оставил. Ты не отверг у Бога молитвы. Как благодарить тебя, Создатель? Таково впечатление от благой вести. Но в личной жизни это выглядит сравнительно слабо. Почему же Евангелие называется Евангелием? Почему оно является благой вестию? Это весточка из потустороннего мира на грешную землю. Весть от Бога страдающему, томящемуся в грехе человеку. Весть о возможности возрождения к новой, чистой жизни. Весть в светлом счастье и радости будущего. Весть о том, что все уже для этого сделано. Что Господь отдал за нас своего Сына. Человек так долго, так страстно, так тоскливо ждал этой вести. Послушайте, я расскажу вам немного о том, как жили люди до прихода Спасителя. Как они томились и напряженно ждали весточки, которая указала бы им новый, светлый путь и выход из грязного болота, порока и страсти, в котором они барахтались. И вы поймете, почему с такой восторженной радостью они встретили эту весть, почему назвали ее благой, и почему для человека не было и не могло быть другой, более радостной, более благой вести, чем Евангелие. Весь мир перед тем временем, когда должен был прийти Спаситель, стонал в железных тисках римского государства. Все земли, расположенные вокруг Средиземного моря и составлявшие тогдашний европейский цивилизованный мир, были завоеваны римскими легионами. Говорить о жизни человечества в Риме, это значит говорить почти об одном Риме. Это был расцвет римского могущества, эпоха августа, Рим рос и богател. Все страны стали, сдали свои дары сюда, или в качестве даний, или как товары торговли. Несметные сокровища собирали здесь. Недаром Август любил говорить, что он превратил Рим из каменного в мраморную. Немоверно богатели высшие классы, патрицы и всадники. Правда, народ от этого не выигрывал, и под золотой мешурой внешней пышности империи таилось много горя, нищеты и страданий. Но, как ни странно, и высшие богатые классы не чувствовали себя счастливыми. Богатство не спасало их от уныния, хандры и порой от тоски отчаяния. Наоборот, этому содействовало, рождая пресыщенность жизнью. Посмотрим, как жили тогдашние богачи. Роскошная беломраморная вилла. Изящные портики между стройными колоннами расположены статуи императоров и богов. Из белоснежного карарского мрамора, листа лучших мастеров. Роскошные мозаичные полы, полы, по которым из дорогих цветных камней выложены зателевые рисунки. Почти посредине большой центральной комнаты, служащей для приемов, так называемый атриум. Квадратный бассейн, наполненный кристальной водой, где плещутся золотые рыбки. Его назначение – распространять приятную прохладу, когда воздух раскален зноем южного дня. На стенах позолота, фесковая живопись, причудливо перепитающиеся орнаменты густых тонов. В семейных комнатах ценный мебель, позолоченная бронза. На всем убранстве лежит печать богатства и изящного вкуса. На дворных постройках масса обученных рабов, всегда готовых к услугам хозяина. Так и чувствуется по всему, что нега, лень и наслаждение свели здесь себе прочное гнездо. Афитрион, хозяин дома, римский всадник, с жирным двойным подбородком, с орлимым носом, гладко бритой, готовится к вечернюю пиру. В этом доме пиры почти ежедневно. Громадное состояние, нажитое на откупов, позволяет тратить на это колоссальные суммы. Он занятый час в своей домашней библиотеке, надо выбрать поэму для развлечения гостей. Медленно, лениво, своими пухлыми руками, украшенными тяжелыми золотыми перстнями, самоцветными камнями, перебирает он футляры, где хранятся драгоценные свитки фиолетового и пурпурного пергамента, на котором золотыми литрами переписаны последние новинки римской поэзии. Его губы брезгливо сжаты, все это ему не нравится. Все так плоско, неинтересно, так приелось. В соседней большой комнате суетится и бегает целая толпа рабов разных оттенков кожи. Белые голубоглазые свевы, желтые смуглые фригийцы и персы, черные арапы и негры. Приготовляют столы и ложи для гостей. Их будет немного, только избранные друзья, человек тридцать. Но тем более надо все приготовить для них и угостить как можно лучше. Пир в разгаре. За длинными столами, на ложах, покрытых весонными тканями и дамасскими коврами возлежат гости в легких туниках с розовыми и померанцевыми венками на головах. Столы уставлены ястами и фиалами драгоценным вином. Прошла уже тридцать пятая перемена блюд. Только что убрали жирную тушу жареного кабана и маленькие невольники, прелестные мальчики с завитыми кудряшками в прозрачных розовых и голубых туниках разносят расписные кувшины с розовой водой для омовения рук гостей. Смешанный говор стоит в зале. Гость уже достаточно подвыпили. Глаза блестят, лица раскраснелись, а рослые арапы еще вносят громадные амфоры дорогих фригийских и фалернских вин, предлагая желающим наполнить опустошенные кубки. Несмотря на знойный вечер, в комнате прохладно. По углам бьют фонтанчики и журчат ручейки душистой воды, наполняя воздух благоуханием. Откуда-то сверху, как крупные хлопья снега, медленно падают лепестки роз и жасминов, покрывая все в комнате ароматным ковром. Откуда-то издали доносятся тихие звуки грустной музыки. В стоне цвирель журчащими каденциями рассыпается арфа и томно воркует людьми. А гостям выдают 36-ю перемену жареные соловьиные язычки с пряным восточным соусом, блюда, стоящее невероятных денег. Это был какой-то культ чрева и отжорства, еле с внимательной торжественностью, по всем правилам гастрономии, точно совершая священный обряд, еле медленно, бесконечно долго, чтобы продлить наслаждение насыщения. А когда желудок был полон и не вмещал больше ничего, принимали рвотное, чтобы освободить его и начать снова. В пиршественной зале появляется домашний поэт Амфитриона, один из бесконечной толпы его прихлебателей. Под звуки лютни он декламирует стихи собственного сочинения. Его сменяют мимы и танцовщики. Начинается дикая, садо-страстная, вакхическая пляска. Но хозяин по-прежнему невесел. На его лице скука, пресыщение, все надоело. Хоть бы что новое изобрели, а то каждый раз одно и то же. За новое развлечение, за изобретение удовольствия платили большие деньги. Но трудно было изобрести что-нибудь новое, достаточно сильное, чтобы возбудить притупленные нервы. Незбежная скука надвигалась, как болотный туман, полный удушливых миазмов. Пресыщенная жизнь переставала быть жизнью. Один из первых богачей того времени сам император Терерий представляет едва ли не самый печальный образец этой пресыщенной скуки. Он на острове Капри в чудной мраморной виле. Кругом плещутся лазурные волны Неопританского залива. Дивная, яркая южная природа улыбается ему и говорит о счастье и радости жизни. А он пишет Синато «Я умираю каждый день и зачем живу, не знаю». Так жила римская знать праздная, пресыщенная, потерявшая вкус к жизни, не удовлетворенная ни своим богатством, ни своим могуществом. Народ или, вернее, городской класс, та толпа, которая наполняла улицы Рима, вряд ли чувствовала себя вполне счастливой. Правда, и здесь жизнь с внешней страны могла казаться иногда праздником. Те золотые потоки богатства и роскоши, которые стекались Рим со всех стран, хотя и в небольшой степени, но достигали и римской черни. От императора и сановных патрициев вне торжественных событий и фамильных праздников перепадали иногда значительные подачки. Нередко практиковалась даровая раздача хлеба, нередко практиковалась то, что римские граждане, кроме того, могли торговать своими голосами при выборах в Сенат или на муниципальной должности. Для толпы устраивались в цирках и театрах даровы великолепной зрелища. Все это создавало условия легкой, праздной жизни и привлекало из провинции массы праздно шатающегося люда. Мало-помало в Риме и других больших городах скопились громадные толпы людей праздных, неспокойных, ленивых, приведших жить за государственный счет, единственным желанием и постоянным воплем которых было хлеба и зрелищ. Но, выплачивая этой толпе подачки из своих колоссальных богатств, император римской знать относились к ней с нескрываемым презрением и варварской жестокостью. Случалось иногда в цирках, где преобладали кровавые зрелища гладиаторских боев и травли людей дикими зверями, все жертвы, предназначенные для зверей, были растерзаны, а жажда крови и в зверях, и в зрителях еще не была насыщена. Тогда император приказывал выбросить на Рену зверям несколько десятков бесплатных зрителей из простонародья, заполнявших амфитеатр. И это приказание исполнялось при громком хохоте и рукоплескании знати. Однажды накануне конских скачек, в которых должен был принять участие великолепный породистый жеребец одного знатного сенатора, громадная толпа любопытных зевак окружила стоила знаменитого скукуна, чтобы полюбоваться на него. Чтобы разогнать любопытную толпу, нуржавшую покой благородного животного, сенатор приказал своим рабам высыпать на зевак несколько больших корзин полных ядовитых змей. Эти маленькие иллюстрации показывают, насколько необеспечена и непривлекательна была жизнь граждан этого класса, несмотря на внешний покров кажущейся легкости и беззаботности. Если по общественной лестнице мы спустимся еще ниже в класс рабов, то здесь мы найдем только непрерывное страдание и беспросветное горе. Раб не считался даже человеком. Это был просто инструмент, вещь, хозяйственную принадлежность. Убить, изувечить раба хозяин мог вполне. За это он ни перед кем не отвечал. Как не отвечал за сломанную лопату или за разбитый горшок. Жизнь рабов была ужасна. Если бы мы могли прогуляться вечером по улицам Рима того времени, то наверное услыхали бы тяжелые стоны, плач и глухие удары, несущиеся из подвалов богатых домов, где содержались рабы. Там происходила обычная вечерняя экзекуция рабов за дневные провинности. За малейшую оплошность их наказывали жестоко, били бичами или цепями до потери сознания, зажимали шею в расщепленные полена и в таком положении оставляли на целые дни. Ноги забивали в колодки. Однажды во время приема императора Августа в доме известного богача того времени мецената раб разбил нечаянно дорогую вазу. Меценат приказал бросить его жимы в бассейн на сиденье рыбам муреном. На ночь рабов связывали попарно и сажали на цепь. Наглухо приклепанную кольцу венчанному стену однем их ожидала бесконечная одуряющая изнурительная работа под бечом надсмотрюшка почти без отдыха. Если доведенные до отчаяния рабы поднимали бунт против своего господина их распинали на крестах казнь считавшейся самой позорной и мучительной. Когда раб становился стар или убивался из сил и не мог более работать его возили на маленький набитаемый островок среди тибра где и бросали как пады на произвол судьбы. Таким образом во всех классах римского общества жизнь была тяжелая, безрадостная, гнетущая, пресыщенной жизнью скука, разочарование, высшей знати, бесправие, угнетение, страдания в низших слоях. Искать радости, успокоения, утешения было негде. Языческая религия не давала человеку никакого облегчения. В ней не было той благодатной таинственной силы, которая одна только может успокоить, ободрить и укрепить страждущее сердце и томящийся дух. Кроме того, римская религия времен пришествия Христа Спасителя очень многое заимствовала из восточных культов, полных созастрастия и распутства. В безумных, беспутных оргиях Востока можно было найти опьянение, временное забытие, но после этого скорбь становилась еще острее, отчаяния еще глубже. Языческая философия также не могла удовлетворить человека, так как она учила только о земном счастье и не озабождала метущийся дух атаков мира и материи. Два направления господствовали тогдашние философии эпикурейства и стоицизм. Эпикурейцы говорили, наука быть счастливым составит в том, чтобы создавать для себя приятные ощущения. Всякое излишество влечет за собою болезненные ощущения, поэтому нужно быть умеренно во всем, даже в наслаждениях, но эта умеренность, равно как и сама добродетель, не составляет цели для человека, а служит лишь наилучшим средством к наслаждению. Стоики брали лучшие стороны в человеке. Ты свободен, говорили они, значит ты единственный господин в себе. Воля твоя должна во мне принадлежать тебе. Счастье заключается в господстве над самим собой. Скорби, гонения, смерть для тебя не существует. Ты всецело принадлежишь себе, и никто не отнимет тебя у тебя самого, а это все, что нужно мудрецу. Чего недоставала философия эта божественная элемента. Тот Бог, которого они называли природой, не имеет никаких преимуществ перед богами поразглашенными языческую религию и мифологическими сказаниями. Бог философов не живой личный бог, а судьба неумолимая и слепая, под ударами которой человек впадает в отчаяние и погибает. Кроме того, философия была совершенно недоступна народному пониманию и составляла удел лишь небольшого числа избранных мудрецов. Поэтому искать в ней утешение масса не могла. Можно было бы ожидать, что указания нового пути и средства возрождения жизни найдутся в иудейском народе, единственном народе, сохранившем истинную религию и возвышенные понятия боги и жизни. Но иудейство само переживало тяжелый кризис. Вряд ли, когда в истории еврейского народа встречаются более темные страницы религиозного и нравственного упадка, чем в период предшествовавший явлению Христа Спасителя. Когда читаешь пророческие книги и суровые речи пророков, обречавших еврейскую жизнь, рисуется тяжелая мрачная картина. Вот ряд выдержек из книг пророка Исаии, изображающих безотрадное нравственное религиозное состояние израильского народа того времени, его неблагодарность и измену Богу, его неверие, его разрад, его жестокость, его пиющую несправедливость. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего. А осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Князья твои, законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты и дело вдовы не доходят до них. И в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим. Язык их и дела их против Господа оскорбительны для отчей славы его. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили. Огрубилось сердце народа сего и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрит очами и не услышат ушами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. А юношах его не порадуется Господь и сирот его и вдов его не помилуют, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, суждения спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительную, блевотенную, нет чистого места. Это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отращают лице его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши откорнены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, никто не возвышает голос за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое, и говорят ложь, зачинают зло, и рождают злодейства, дела их, дела неправедные, и насилие в руках их, ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их, пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто идущий по ним не знает мира, потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас, ждем света, вот тьма, озарение и ходим во мраке, ибо преступления наше многочислены перед тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем, мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Таким образом, и здесь, среди избранного народа Божия, та же картина нравственного мрака и разложения. Это сгущалось повсюду. В этой атмосфере бесправия насилия, обмана лицемерия, неверия и суеверия, разрата и погони за наслаждениями становилось трудно дышать. Мир, прорабощенный римской политикой, униженный и доведенный до отчаяния ложными религиями, тщетно вопрошающий философию о тайне жизни и добродетели этот мир стоял на краю могилы. Само иудейство, изменившее своему предназначению, находилось при последнем издыхании. Никогда еще не было более критического момента в истории человечества. Чувствовалось, что человечество зашло в тупик и без посторонней помощи. кого-то великого и сильного выйти оттуда не может. И вот среди лучших людей того времени все упорнее и напряженнее становится ожидание появления великого пророка, который укажет человеку новые пути и спасет мир от гибели и разложения. В иудействе это ожидание существовало уже давно и питалось предсказанием пророков, но и вне иудейства в лучших людях языческого общества чувствуется трепетное ощущение и страстное желание пришествия спасителя избавителя мира. Весь мир находился в напряженном состоянии и в эту великую и торжественную минуту рождается Господь Иисус Христос и проповедует людям свое Евангелие. Это откровение новых путей возрождения истинной жизни. Это откровение было той вестью неба, которая выводила людей из тупика греха и отчаяния и которую так страстно и так напрасно ожидало человечество. Вот почему оно и было названо благой вестью или Евангелием. Но и теперь, когда столько веков прошло после появления Евангелия, оно не утратило своего значения и по-прежнему является для нас благой вестью, говорящей нам о высокой, чистой, святой жизни. По-прежнему, как маяк в бурную темную ночь, оно показывает нам единственный верный путь к вечному счастью и к Богу. Где этот путь? Язычество и почти весь древний мир искали его в служении своему самолюбию, самоугождение, самоуслаждение, личный эгоизм язычества, национальный эгоизм еврейства, вот те краеугольные камни, на которых люди древности хотели построить здание своего счастья. Они не построили ничего, и их опыт доказал только то, что избранный ими путь ложен и ведет не в чертоге счастья, а в трясину отчаяния. Евангелие наметило новый путь, самоотречения. Уже первая крупная фигура, появляющаяся в евангельской истории по Марку, фигура Иоанна Крестителя, обвеяна этим новым духом. Явился Иоанн, крестя в пустыне и поповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иоанн же носил одежду из верблюжего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. Иоанн Геотмарка 1 глава 4-6 стих. Всем своим видом он как бы говорил слушателям ни в богатстве, ни в роскоши, ни в человеческой славе, ни в земном могуществе надо искать пути к Богу и к счастью. Все это ложь, обман, призрак, пустыни лучше царских чертогов, ибо ее вечная тишина и однобразие не развлекают ум и позволяют всецело погрузиться в созерцание дел Божиих и Божие величие. Лосиница лучше тонких тканей и дорогих одежд, ибо она не разнеживает тело, но измеряя его делает покорным рабом духа. Скудная пища в пустыне лучше изысканных яств, ибо она не будет в человеке создастрасти и похоти. Суровая жизнь среди природы лучше праздного ленивого существования богачей, ибо она закаляет волю для подруга. Отречение от мира лучше привязанности к миру, ибо ничем не связанный свободный духом человек может служить Богу всем существом своим. И выходили к нему вся страна иудейская иерусалимляне. Ивангелие от Марка 1 глава 5 стих Ожидая найти в Иоанне давно желанного хорока спасителя мира. Но это был только его предпеча. Сильнейший его шел за ним. в Иоанне хорока 5 стих